Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Итак, начнем с такой новости. Во временно оккупированном Севастополе на внешнем рейде вчера подорвался российский большой сторожевой корабль Павел Державин. Вот пока до сих пор не было информации о причинах взрыва. Но уже сегодня утром, по данных местных жителей, на рейде в Севастополе взорвался еще один корабль РФ. Произошло это примерно в районе 10 или 11 утра. Сообщается, что взрыв ощутили даже жители центра оккупированного Севастополя. И, судя по всему, речь идет о ракетоносителе калибров проекта «Буян-М». Возможно, у вас есть больше информации об этих взрывах и вот насколько болезненно для РФ потерять сейчас такие корабли? Ну, пока можем говорить о том, что действительно есть повреждения, о том, что действительно на рейде произошли неприятные для Черноморского флота события. Больше деталей будет со временем. Пока мы хотим убедиться в том, что все то, что произошло, действительно спланировано и соответствует тем задачам, которые были поставлены. Ну, судя по всему, не зря Черноморский флот покидает Севастополь и Россия выводит свои корабли из-под удара в ВСУ. Скажите, куда они могут их переместить? Новороссийск или, вот как говорят, создать в Абхазии, это оккупированная часть Грузии, напомню, какую-то новую базу? Ну, они могут захватывать, конечно, новые территории, они могут себе оборудовать базы в других местах. Сейчас ближайшее для них это все-таки Новороссийск и бухты рядом. Они пытаются действительно переместить подвижный корабельно-катерный состав туда, где будут чувствовать себя более спокойно. Хотя история с Ленигорским лорняком напоминает о том, что и Новороссийск не абсолютно защищенное место. Ну, вот Дмитро Плетенчук, спикер военно-морских сил Украины, в интервью изданию Лига, вот он заявил, что враг, он сменил тактику в Черном море и перестал применять большое количество кораблей. Вот, по его словам, оккупанты применяют в боевом порядке только ракетоносители «Калибр». Вот, я хочу процитировать его, говорит, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой, более 30 кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота. То есть, рано пока еще хоронить Черноморский флот, да, вот, даже несмотря на вот эти происшествия, о которых мы уже говорили? Да, конечно, недооценивать врага нельзя. Нужно понимать, что мощности у Черноморского, хоть и уже несколько деформированного флота, еще есть. Есть ракетоносители, и это серьезная угроза всей территории Украины, и подводные, и надводные. Есть запас ракет морского базирования, и несмотря на то, что корабельный состав не может сейчас приближаться, например, к контролируемому Украиной побережью Черного моря для нанесения артиллерийских обстрелов, как они делали это в самом начале полномасштабного вторжения, когда и к Одесскому побережью подходили на расстояние 10-11 миль морских, и обстреливали из артиллерийских установок рекреационную зону. Но сейчас они больше держатся в том районе, который определили для себя как более-менее безопасный, на расстоянии хотя бы 100 морских миль под контролируемым Украиной берегом. Но есть еще и авиация тактическая, есть еще и ракетоносители, которые выходят на боевое дежурство и могут быть опасны. Поэтому мы тщательно следим за их маневрами, понимая, что, например, большие десантные корабли уже не будут применены вблизи побережья Украины. Враг это тоже осознает и пытается их сейчас использовать больше как логистические хабы, которые перевозят имущество. 8 октября еще два судна вышли из Одесских портов, и Российская Федерация оказалась вне игры. Вот посол Украины в Турции Василий Боднар вчера отметил, что зерновой коридор из украинских портов может функционировать без участия России, которая, по его словам, ну просто является таким избыточным звеном. Но ведь Москва не успокоится. Понятно, что атаковать гражданские судна они не будут, да, тем более в водах стран НАТО. Но они могут сделать что-то, как вы полагаете, какую-то провокацию придумать? Ну для меня, например, это не в абсолютном порядке. Понятно, что они не будут атаковать российские, простите, гражданские суда, потому что практика такая у них есть. В начале полномасштабного вторжения они беззастенчиво атаковали иностранные гражданские суда, в том числе, которые находились на рейдах портов или в самих портах, например, в Николаеве. И в том числе те, которые следовали из портов или приближались к морским портам Одесской и Николаевской области. Поэтому говорить о том, что они однозначно не будут задевать иностранные гражданские суда, я бы не стала. Мы предупреждаем об этом в том числе и тех судовладельцев, которые отваживаются пройти предложенным гуманитарным коридором. Несмотря на то, что силы обороны Украины максимально прилагают усилия для того, чтобы обеспечить их безопасность, мы говорим о возможных рисках и предупреждаем и осознаем, что не все эти риски мы могли бы предостеречь. То есть, например, угроза тактической авиации, которая постоянно существует над Черным морем, и управляемые авиабомбы, которые сбрасывают тактические, тактическая авиация, в принципе, являются собой достаточно серьезную угрозу гражданскому судоходству. Ну вот и в МИД Великобритании со ссылкой на рассекреченные разведданные, вот говорят, что страна-террорист Россия может атаковать гражданские суда с украинским зерном, еще и установив морские мины на подходах к черноморским портам Украины, чтобы сорвать экспорт украинского зерна. Если это будет так, что этому можно противопоставить? Возможно, какие-то тральщики должны идти перед этими судами, какие-то конвои, не знаю. Ну, давайте говорить о том, что сначала полномасштабного вторжения Россия уже заменировала Черное море. Где именно находятся эти мины, мы не можем знать, но и они уже сейчас не ручатся за ту условную карту морского заминирования, которая, возможно, у них была, поскольку морские мины могут быть сорваны с якоря, с места крепления штормами, той же самой навигацией, потому что обеспечивается поток воды и более сильные течения. Опять же, самими природными течениями. Восстанавливаем связь с Натальей Гуменюк. И напомню, сейчас мы говорили о том, что может противопоставить Россия зерновому коридору, который сейчас работает без нее. Вот снова на связи Наталья. Вы слышите нас? Вы меня слышите? Да, да, да. Продолжайте, пожалуйста, слушаем нас. Поэтому говорить о том, что, например, абсолютно безопасно проходить морскими путями, сейчас мы не можем гарантировать полноценно и запускать, например, миннатуральные группы, которых у нас просто в наличии нет. Здесь нам необходима поддержка партнеров. И эта работа уже обговаривалась и неоднократно, и, возможно, и дальнейшая работа совместная по разминированию Черного моря будет результативной. Но пока мы говорим о том, что изучаем плотность заминирования моря и предлагаем те коридоры, в состоянии которых мы достаточно глубоко уверены. Вот вы уже сказали о том, что в начале полномасштабного нападения Россия заминировала Черное море и подходы к портам. И вот вы, кстати, говорили о том, что для заминирования россияне использовали мины, которые были захвачены во время аннексии Крыма, и на которых была украинская маркировка. И теперь Россия пытается выдать эти мины за украинские. Вот вы сказали, что такие случаи уже были. Вот в одном из интервью я прочел. Могли бы немного рассказать об этом, если это не секретная информация, конечно? Тут нет большого секрета, но суть в том, что действительно пытаются транспонировать вот такую ответственность на украинские силы обороны, мотивируя это тем, что мы сами заминировали подходы к портам, опасаясь высадки десанта или подхода Черноморского флота к нашим портам. На самом деле наша противодиверсионная оборона построена совсем другим способом, и это заминирование скорее дело рук самих россиян, поскольку им это более выгодно, даже в условиях гибридной войны. Они могут вот таким образом спекулировать на той же самой маркировке. Вы сказали в эфире вот так же телеканала «Эспрессо», что РФ модернизировала свои дроны «Ланцет», и теперь они могут лететь дальше. Скажите, пожалуйста, насколько дальше и что находится под угрозой? Мы говорили о том, что действительно, не имея успехов в контрбатарейной борьбе, надземным способом обстрела враг не ограничивается и пытается модернизировать воздушные способы воздействия, в том числе и усиливая атаки управляемыми авиационными бомбами с тактической авиацией, при применении в том числе и FPV-дронов, и других способов доставки на противоположный берег взрывчатых веществ или осколочных боеприпасов. И в том числе зафиксирована нетипичная дальность полета для таких дронов, как «Ланцет». Если раньше мы фиксировали, что они преодолевают порядка 40 километров, то в последнее время можем наблюдать, что дальность их полетов увеличилась до 60, а временами до 70 километров. Очевидно, что в войне дронов, как сейчас называют эту войну, будет производиться вот такая модернизация беспилотных летательных аппаратов, поскольку на них делается достаточно большая ставка. Также враг активно начал сбрасывать с дронов и осколочные боеприпасы. Куда они целятся в основном? К сожалению, они бьют по мирным жителям, и буквально сегодня с утра такой прецедент случился и в Береславе, в Херсонской области, просто на гражданское авто, в котором ехала семья. Была скинута осколочная граната, которая убила фактически женщину и тяжело ранила мужчину. Он в больнице в тяжелом состоянии. Также буквально неподалеку была ранена пожилая женщина, которая находилась на улице. То есть просто в мирном городе посреди дня фактически светового скинут гранаты осколочной, привел к таким жертвам. И мы все чаще фиксируем, что враг с помощью беспилотных летательных аппаратов отслеживает места скопления людей и пытается наносить поражение именно в эти места. Это направлено определенным образом на попытку сломить украинцев. В очень многих прифронтовых населенных пунктах происходят вот такие массированные обстрелы ковровым способом, когда не выбираются объекты, а просто полностью укрывается определенная площадь. И это направлено именно на противодействие, чтобы мирное население давило на руководство страны, на военное командование с тем, чтобы перевести Украину в режим переговоров. Вы знаете, но судя по реакции людей, они просто все больше и больше, не знаю уже куда дальше, но все больше ненавидят агрессора и понимают, что с ним можно только бороться, его можно только победить. Говорить с ним на самом деле не о чем. Вот скажите, вы еще также говорили о том, что захватчики во время обстрела дронами активно используют линию государственной границы Украины, вот как останавливающий аспект для сил обороны Украины. Как они это делают? Они надеются, что дроны Камикадзе, которые направляются с акватории Черного моря вдоль устья речки Дунай при портовой инфраструктуре по Дунаве, не будут уязвимы, если будут привязаны к линии государственной границы. Но взаимоотношения со странными партнерами, со странными соседками у нас построены грамотно, взвешенно с пониманием той агрессии, которую несет на себе Украина в исполнении России и потребности, необходимости противодействовать этим угрозам. Поэтому работа наших противовоздушных подразделений, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных подразделений, это воспринимается с пониманием и румынской стороны тоже. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что если несколько дней назад Министерство обороны Румынии заявляло о неспециальной атаке России на румынскую территорию, типа того, что это не было целенаправленным ударом по территории страны НАТО, то после атаки 12 октября на утро уже Министерство иностранных дел Умынии осудило агрессию России и достаточно недвусмысленно высказалось отношения. То, что они делают, отвратительным, насколько я помню, вот такое слово было. Так, то есть уже реакция мировая в этом отношении крепнет и определенно имеет негативный, осуждающий такой эффект. Скажите, правда ли, что вот у оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области начинается снарядный голод? Мы работаем над тем, чтобы они это ощущали постоянно и за прошедшие сутки еще два полевых пункта боепоставки были уничтожены. Всего за эту неделю уже четыре таких полевых пунктов, но понимаете, они пока еще имеют возможность подтягивать логистику. Они не лишены полностью, не отрезаны полностью от Крымского полуострова, который является для них таким хабом, где накоплено достаточно много и вооружения, и потенциала людского, и техники. И пока еще они имеют возможность подтягивать эти резервы на место, где проходит линия столкновения. Но каждый день, отминусовывая вот такие склады, мы все-таки примудряемся делать так, чтобы им было меньше возможностей обстреливать правду. А что вообще сейчас происходит в Херсонской области у врага? Я так понимаю, все-таки нет сил форсировать Днепр, конечно же. И к какой тактике они прибегают? В отношении боевого поведения они сейчас находятся в условиях контрбатарейной борьбы, так же, как и мы. И форсировать Днепр они не возьмутся, поскольку наши позиции на правом берегу даже географически выше и серьезно укреплены. У них же наоборот, напомню, подрывом Каховской ГЭС, они сами себе испортили первую линию минно-взрывчатого заграждения, противодесантного, так скажем. И ситуация с подрывом на своих же минах у них еще продолжается. Поэтому они максимально много маневрируют между островами, пытаясь найти и развернуть такие наблюдательные пункты, с которых будет однозначно видно и хотя бы немножко понятно, что затеяли силы обороны. Потому что оккупанты очень серьезно обеспокоены тем, что не понимают наших планов, не могут предугадать дальнейшее развитие событий. И пытаются вот таким образом, патрулируя и высматривая, собирать информацию. Хотел такой еще вопрос с вами обсудить. Вот появилась во вторник финском издании «Илталехти» информация, что есть обоснованные предположения, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией. Силы обороны страны расследовали повреждения газовой трубы, кабель там поврежден. Предположительно, это случилось в ночь на 8 октября. И вот вроде бы как сейсмодачники не показали, что был какой-то взрыв. Плюс, вот говорят специалисты, какой-то одиночный пловец не мог бы нанести такой урон. Скорее всего, это предполагают действовала подводная лодка РФ. А у них, мы знаем, есть такие аппараты. Как вы считаете, вот реальный такой сценарий, фактически это нападение на инфраструктуру НАТО. Я напомню, еще вот в 2017 году в Великобритании заявляли, что российские подводные лодки угрожают безопасности страны. И эксперты вот тогда страны считали, что Россия может воспользоваться уязвимостью оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана. Вот тогда еще начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании, Стюарт Пич, он признавал, что вот как Великобритания, так и ее союзники по НАТО не готовы к атакам такого рода. И, судя по всему, такая атака состоялась. Вот все-таки страна-агрессор пытается, ну, воюет с Украиной, пытается каким-то образом отодвигать красные линии на море и у наших союзников. Ну, мы помним о том, что они воюют не только с Украиной, а в их риторике пропагандистов постоянно фигурируют. Это страны НАТО в западный мир в целом, и весь мир вообще против них, кроме некоторых, кто их поддерживает и поставляет, там, дроны или запчасти и так далее. Поэтому тут ничего удивительного, хотя такие спецоперации с задействованием подводных лодок и серьезной схемы внутри и внешне разведывательных органов, ну, наверное, это все-таки прерогатива, комментария более высокого начальства, чем мы. Ну, речь просто о том, что у россиян есть такие силы и средства, и, судя по всему, они, не задумываясь, их применяют даже там. Вполне возможно, мы имеем дело с врагом, доведенным до определенной степени отчаяния, и это как раз вписывается в их риторику, в войне все методы и способы хорошие. Еще один буквально вопрос, у нас остается буквально минута времени, мы с вами говорили о зерновом коридоре, возвращаясь к нему, война грозит торгнуться на территории единственных трех стран НАТО, имеющих прямой выход к Черному морю. И речь снова идет о минах, о которых мы тоже говорили. Учитывая это, и Турция, и Румыния, и Болгария обсуждают создание совместных сил для разминирования мин, попадающих в их воды в результате войны России против Украины. Как вы считаете, насколько быстро может вот такая коалиция начать действовать и обезвреживать эти мины? Безусловно, это поможет все для того, чтобы конвои или корабли с зерном шли более безопасно. Очень неблагодарное дело создавать какие-то прогнозы, складывать и опубликовать. Но инициатива хорошая. В данном случае могу сказать, что да, инициатива это уже половина успеха. И, скорее всего, это будет развиваться вместе с тем, как будет открываться и развиваться наше судоходство с задействованием все большего количества портов. Будем надеяться, что и Николаевские туда присоединятся. Спасибо вам большое за оперативную информацию, за этот интересный разговор. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины была на Фридоме. Спасибо за просмотр!